И раз сразу уходим! Мы сибиряки, где собраны яркие номера, показывающие разнообразие народной культуры Алтайского края и отражающий сибирский характер. Всем кубинцам интересно, как мы живем, как они говорят, как вы выживаете в снегах. Им очень интересно, когда у нас мороз. Поэтому, если у нас произойдет такая яркая творческая дружба, то, я думаю, не за горами и в репертуаре появится кубинский танец или кубинская песня. В Солнечную Кубу полетит делегация из 22 человек. Слово для Алтая – это первый вылет за океан. И это будет самый долгий их перелет. Маршрут будет таким – вылет из Новосибирска, оттуда в Москву, а уже из столицы отправится на Кубу. Перелет займет порядка 20 часов. Артистов это не пугает, и они в предвкушении такого творческого путешествия. Очень сильно хочется посмотреть именно за океанского моря, за океанского солнышка, потому что в той стороне лично я ни разу не был. Мне очень интересно, как там посмотреть именно мексиканскую, португальскую сторону, их менталитеты, обычаи. Хочется от артистов местной страны напитаться какими-то элементами, возможно, какими-то практиками танцевальных движений. Это большая ответственность – выступать за рубежом нашей страны. Мы несем культуру нашего региона, нашей страны. Это очень ответственно. Отправятся на Кубу алтайские артисты уже в понедельник. Помимо нашего коллектива, кубинцы смогут познакомиться с киностудией «Союзмультфильм». Также будет представлена выставка на Вадевичьей монастыре и много различных мастер-классов. Все это позволит жителям острова за океаном узнать о традициях русского народа и о том, как же мы выживаем в снегах с медведями на улицах. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.